Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм. Итак, сегодня у нас будет видосик посвященному Азингу, а именно новому модпаку. Кто не знает, это официальная группа модпакера, ссылочка на нее будет в описании. И здесь появились новые новости, про которые я хочу вам рассказать. Сегодня их рассмотрим подробно, потому что это очень крутые новости, пацаны. Появились снова винилы на разные машины. Ну а именно на две машины, сейчас я вам их покажу. Итак, вот вы можете заметить то, что добавили винилы на Ауди и на Мерседес. Да-да-да, пацаны, это очень круто, то, что добавили винилы и на Ауди, и на Мерседес. Что еще из нового, пацаны? Будет RS6 и RS7. Вот это уже круто, я думаю, да? Будет RS6 и RS7. Ну, мне RS6 больше, на самом деле, нравится, я бы все ее купил. Новая моделька BMW M5 F90. Да-да-да, вот так она выглядит, короче. Ну и вот еще есть фоточка такая. Она немного переделана, я точно не знаю, что здесь переделано, но ее сделали получше. Ее сделали получше. Сейчас подробно рассмотрим все эти, так сказать, скриншотики, посмотрим, может какие-то будут косячки там, может какие-то, не знаю, пасхалочки, может какая-то будет пасхалочка даже в этих скриншотах. Ну, посмотрим, короче. Обязательно поставьте лайк, пацаны, и кто хочет помочь в развитии модпака, подписывайтесь на эту группу. Здесь уже 808 человек, пацаны. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Здесь вы можете, видите, предлагать в комментариях, что, куда добавить там, какую машину возможно добавить, какой винил там, куда винил и так далее. И модпаки все это читают и, возможно, прислушаются к вашему мнению, к вашей просьбе и сделают это. Поэтому, кто хочет нам помогать в развитии модпака, следить за развитием модпака, то обязательно подписывайтесь на группу. Ну, и погнали смотреть, короче, скриншотики. Итак, вот первые наши красавчики, это Audi RS6 и Audi RS7. Ну, не знаю, мне, честно, RS6 больше нравится. Ну, серьезно. Вот эти красавцы, да, это RS6 и RS7. Это очень круто, что их добавят. Просто соц. такие, просто реально. Ну, RS7 тоже неплохая, тоже симпатичная машина, я себе ее тоже бы взял. С радостью. Я вообще говорю, что круто, что будет и RS6, и RS7, как бы. Можно будет выбирать между ними этими машинами. Ну, какие, конечно, цены между ними будут, я, честно говоря, не знаю. Но выглядит очень круто. Просто очень круто. Но, если я себе буду покупать что-то из этих двух машин, я, наверное, выберу RS6. Пишите, чтобы вы взяли из этих двух тачек в комментариях, кстати. Будет интересно почитать. Ну, что ж, погнали дальше, посмотрим. Так, бэхочка, бэхочка. Это у нас BMW получается M5 F90. Она переделана немножко. Не знаю, в чем были переделки, но, как по мне, вроде бы она как-то качественнее даже стала. Эти все вырезы. Ну, да, такая симпатичная. Но, все равно, я хочу, чтобы была E60. Я не буду себе вот эту M5 F90 покупать. Вообще не хочу и не собираюсь. Карбоновая у нас крыша идет, я так понимаю. Ну, такая, да, злобная машина, там, M5 F90. Ну, мне E60 кузов больше нравится, на самом деле. Ну, у каждого свои вкусы, я, в принципе, и все. Ну, у меня, мне больше нравится E60 кузов. Ну, это тоже неплохо. Я не скажу, что, типа, ой, говно, там, фу, и так далее. Нет, симпатичная машина, не спорю. Прикольная. Возможно, если я на ней в игре покатаюсь, возможно, я поменяю свое мнение, и когда-то ее куплю, не знаю. Ну, мне M5 E60 больше нравится. Лично мое мнение. Ну, вы тоже можете писать в комментариях. Так, еще одна фоточка. Это BMW M5 F90. Ну, да, видите, там, 5-я. Выхлоп у нас. Не, ну, прикольная машина, не спорю. Прикольненькая такая. Ну, повторюсь, мне E60 нравится больше. Вот так у нас. Ага, вот видите, ну, вот эти воздухособорники, видите, такая линия идет отсюда, вот, проходит вот так вот. Это, чтобы аэродинамика лучше была, видите. Ну, прикольно сделано, конечно. Ну, это еще что BMW так делает. Это не подумайте, что модпаки решили так делать. Это изначально BMW так сделали. Ну, что ж, давайте посмотрим самый такой, ах, охуенно. Это винилы на две машины. Вот эти две красавицы. Да. Хотя, не знаю, мне как-то Audi побольше нравится. Давайте сначала рассмотрим Audi, я думаю. Это у нас R6. Пустая в камуфляжном виниле, такая вот симпатюля. Симпатюля, видите, вот, блин, бах, вот хреново, что бах, видите, вот такое, что видно через текстуры, блин. Вот такой бах присутствует прям на скриншоте, это уже видно. Но, я не знаю, это, наверное, бах криминалки самой. Я, честно, без понятия. Кватро, там, все дела, пацаны. Не, ну, прикольный камуфляж, ей идет, ей идет такой камуфляж. Давайте рассмотрим вот эту красавицу. Это, по-моему, E63, на это, видите, новый он будет. Он вот такой вот будет. Хотя нет, по-моему, это в новом мутпаке, он такой есть. Ну, тот, что сейчас можно уже скачать. Просто у меня старый мутпак, у меня там другая E6-ка. Ну, ладно, пофиг. Кстати, вот этот винил прикольный такой, да? Смотрите, он такой прям, прям нормальный такой винил. Идет тоже этой тачке, довольно-таки неплохо. Поэтому, блин, респект, конечно, мутпакеру. Он старается, видите, много чего делает. Винилы на разные машины делает. Это очень круто. Реально очень круто. Просто заебись, прям. Ну что ж, на этом я буду заканчивать, пацаны. Всем спасибо за просмотр. Пишите, что вам понравилось из тех машин, что я сегодня вам показал. Из группы мутпакера. Повторю, ссылка на группу будет в описании. Там, подписывайтесь. Кому интересно, кто хочет следить и помогать в развитии мутпака. Ну, и вообще следить за мутпаком. То обязательно просто подписывайтесь. И смотрите новости. И предлагайте свои идеи, у кого там есть идеи. А на этом у меня все. Субтитры сделал DimaTorzok